Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал, Instagram и страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. В городских квартирах состоялись съемки очередного ток-шоу. На Олимпе мы сможем увидеть Настю Лисову, Давида Каландадзе, Тимура Гарафуддинова и Дениса Козловича. Тема ток-шоу «Все мужики и лентяи». Ольга Рапунцель рассказывает, «Сегодня на ток-шоу наша тема, как Диме бороться с его ленью. Дима не считает, что он ленивый. Для меня же мужчина-добытчик, он должен дом построить и посадить дерево. Я мотивирую Диму, чтобы он нашел работу, отвоевал комнату, решал проблему без помощи ведущих и меня. Я приняла его таким, но мне сложно. Я хочу идти за мужчиной и быть слабой и маленькой девочкой». Также на ток-шоу обсуждали Кристину Лисковец и Федю Стрелкова. Федю пытались убедить в том, что Кристина к нему охладела, но ребята лишь посмеялись над этими словами. У них все тихо, спокойно и хорошо в отношениях. Поклонники проекта в шоке от выходки Андрея Чуева на этом ток-шоу. Он разозлился, что в его строительный проект никто не верит, потерял над собой контроль, впал в истерику и оскорбил всю страну. Между Ольгой Бузовой и Андреем состоялся такой диалог. Слова Чуева шокировали даже участников проекта, которые, казалось бы, привыкли уже к его выходкам. Но фанаты Дома-2 подписывают петицию на сайте проекта. Зрители хотят, чтобы Андрея судили и чтобы он понес наказание. Богдан Бобрик и Настя Волынец расстались. Волынец пишет, всему когда-то приходит конец. Нас больше нет. А вот Тата Абрамсон и Валера Блеменкратц наоборот помирились. Они публикуют совместные снимки. Моя попка, подписала снимок Тата. Ваню Барзикова посадили в изолятор. На него подала риск Майя Донцова. Она обвинила своего бывшего в легкомысленном поведении по отношению к другим девушкам. Вслед за Ваней в изоляторе разместилась и новенькая Алиса, которой он очень симпатичен. У ребят в изоляторе была интимная близость. Андрей Чуев отчитался о ходе стройки. Пока все отдыхают, мы работаем. В понедельник встреча с электросетями и водоканалом. В четверг начинаем собирать первый дом. На картинке прототип будущего строения. Оля Бузова поблагодарила фанатов, которые пришли на презентацию ее новой книги «Цена счастья». «Спасибо большое всем, кто был в этот вечер со мной. Я благодарна за ваш интерес, любовь и трепетные отношения. Я вас люблю». Бузова грелась в лучах славы и фотографировалась с фанатами. Глеб Жемчугов наговорил своей жене комплиментов. Он так подписал этот снимок. Мое любимое женское имя – Оля. Имена одинаковые, а какие разные судьбы. Все Оли, которых я знаю, красотки. А моя вообще – мисс вселенная моей души. Бомбическая красотка. Моя богиня – секси-киса. Девочки в женской спальне переругались. Майя Донцова рассказывает. «Мы все переругались». Кристина подозревает Аню в занятии экскортом. На что в ответ Аня обвинила Кристину в нетрадиционной ориентации. Также и я поругалась с Аней. Причиной было то, что в танце я задрала ей футболку. Бывший участник проекта Саша Гобозов подарил своей жене Алиане картину. «Я решил подарить картину, ведь картина – это то, что на века и то, чем можно любоваться бесконечно». Алиана была в восторге. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube, Instagram и страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ.